В Ненецком округе подвели итоги викторины по финансовой грамотности. Она проводилась среди пользователей социальных сетей в рамках Всероссийской недели сбережений. Департамент финансов и экономики предлагал ответить на вопросы и решать задачи, которые размещались на официальной странице ведомства в соцсети ВКонтакте. За каждый правильный ответ начислялись баллы. С победителями и призерами пообщалась Наталья Кислякова. Надежда Бараболя уже в третий раз принимает участие в финансовой викторине и постоянно занимает первые места. Девушка по профессии бухгалтер и с задачами справлялась без труда. Как бухгалтер мне в каких-то задачах ей намного полегче, потому что уже с этим сталкиваешься и в жизни. Если простому человеку, то мне кажется, да, было бы труднее ответить на эти вопросы. Екатерина Коваль в финансовой викторине принимает участие впервые. Профессия девушки не связана с бухгалтерским учетом. Впрочем, это не помешало ей занять третье место. Конечно, сначала отвечала, отвечаешь на вопросы, потом у нас началась такая, можно сказать, борьба даже за кто быстрее ответит, кто найдет правильные вопросы. То есть это было очень азартно даже, находить правильные ответы, искать, узнавать. Действительно, познаешь новое. Для себя, например, я узнала про налоги, да, то есть какие-то там вычеты, что-то новое. Если я ответила неправильно, то мне департамент там потом подсказали, как, что на самом деле нужно было ответить правильно. Викторина проходила в рамках недели финансовой грамотности в режиме онлайн. Всего в ней приняли участие 20 человек. После подведения итогов, тем, кто допустил ошибки в ответах, департамент финансов и экономики отправил полную информацию по данным вопросам. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас росло благосостояние. Благосостояние – это все-таки правильное управление личными финансами. Поэтому это больше рассчитано на граждан, на жителей, чтобы они повышали свою финансовую грамотность и, так сказать, не попали в руки каких-то мошенников. Потому что на сегодня, конечно, по оценке независимых экспертов, у нас в округе не готовы. Жители, так сказать, будем говорить, очень доверчивые и не всегда знают и могут распознать финансовые пирамиды. Поэтому здесь больше мы на проверку именно этих знаний, на то, чтобы они понимали, как правильно расходовать свой личный бюджет и приумножать его. Победители финансовой викторины наградили грамотами и ценными призами. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».